В ролике номер 5 «Подробнее о личном кабинете» мы детально рассмотрим разделы личного кабинета. Раздел «Мои альбомы». В этом разделе хранятся созданные вами альбомы. Вы можете сделать новый, отредактировать, купить или удалить альбом, а также изменить его название и описание. Количество альбомов, доступных для создания, ограничено. Обращаем ваше внимание, что альбом, добавленный к заказу, недоступен для редактирования, до завершения оплаты или отмены заказа. Убрать альбом из заказа или полностью отменить неоплаченный заказ можно в разделе «Мои заказы», нажав на кнопку «Детали» напротив необходимого заказа, а далее «Отменить заказ». Раздел «Формирование заказа и оплата». В данном разделе вы можете приобрести электронную или печатные версии альбома, дополнительное дисковое пространство и увеличить количество доступных для создания альбомов. Электронную версию можно скачать на компьютер в формате PDF или в виде zip-архива с файлами формата JPEG. Следует отметить, что данная версия альбома непригодна для печати в типографии. Заказать альбом в печатном виде возможно в стандартном или премиум форматах. Основным отличием печатных форматов альбома является переплет и качество бумаги. Более подробную информацию и описание форматов вы найдете в разделе «Информация» на сайте dmb-album.ru. Дисковое пространство используется для хранения загруженных фотографий пользователям. Чтобы его расширить, перетащите ползунок на необходимую величину в шкале доступного объема. Чтобы увеличить количество альбомов, доступных для редактирования, введите необходимое число в специальное окошко или используйте стрелки вправо и влево. Итоговая стоимость заказа отображается внизу страницы. Более подробно о покупке альбома смотрите в ролике номер 4 «Покупка альбома». Раздел «Мои заказы». В разделе отображается список всех созданных заказов, их статус, а также детальная информация о его составе. Для просмотра подробной информации о заказе необходимо нажать на кнопку «Детали». В появившемся окне информации о заказе для неоплаченных заказов доступны функции «Оплатить» или «Отменить заказ». Раздел «Мои покупки». В этом разделе находятся приобретенные вами альбомы, ссылки на скачивание их электронных версий, а также вся информация об альбомах, расширенном дисковом пространстве и дополнительном количестве альбомов для создания. Электронные версии альбомов доступны для скачивания в форматах PDF или архиве JPEG. Следует отметить, что электронные версии альбома непригодны для печати в типографии. Раздел «Мои фотографии» и «Фоторедактор». В разделе хранятся все загруженные пользователем фотографии. Хранилище фотографии делится на две части – общее хранилище фотографии пользователя и хранилище фотографии для каждого конкретного альбома, в котором содержатся фото, использованные при создании конкретных альбомов. Общее хранилище фотографии носит одноименное название с разделом «Мои фотографии». Хранилище фотографии альбома носит название самого альбома. Для того, чтобы посмотреть перечень фотографий того или иного хранилища, необходимо нажать на стрелочку вниз рядом с его названием, после чего окошко раскроется и будут видны все фотоматериалы. Фотографии можно удалять, а также копировать из одного хранилища в другое. Чтобы скопировать изображение, необходимо выделить фотографию в хранилище, нажав на кнопку «Выделение» галочка в верхнем левом углу фотографии. Далее нажмите на кнопку «Переместить» и выберите хранилище, в которое скопируется данное изображение. Обратите внимание на то, что фотографии, размещенные на развороте альбома, не могут быть удалены из его хранилища. При наведении на фотографию в нижнем правом углу появляется иконка «Фотоаппарат», которая вызывает фоторедактор. Вы можете улучшить свои изображения в данном разделе без использования редактора альбома. Для того, чтобы загрузить фотографию в конкретное хранилище, нажмите на кнопку «Загрузить фотографию» и выберите фотографию в окне вашей операционной системы. Вы можете импортировать фотографии из социальных сетей ВКонтакте или Фейсбук в любое хранилище фотографий. Для этого нажимаем на нужную иконку соцсети в верхней части страницы. Если вы не авторизированы ВКонтакте или Фейсбук, то вначале вас попросят авторизироваться. Далее разрешите приложению «Дембельский альбом» доступ к вашему аккаунту социальной сети, нажав на кнопку «Разрешить». После успешного выполнения этих действий перед вами откроется всплывающее окно. В левой его части будут доступны альбомы из выбранной социальной сети. В правой – фотографии альбома социальной сети. Поставив галочку в верхней части нужной фотографии и нажав на кнопку «Сохранить отмеченные», вы скопируете данную фотографию в хранилище «Мои фотографии». При необходимости из этого хранилища скопируйте фотографию в конкретный альбом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...